Друзья, еще хочу рассказать, что со мной происходит сейчас, допустим, при употреблении мухомора. У меня, ну я использую микродозинг, но у меня трип, четыре трипа было. После второго трипа, потому что первый трип, он как бы ознакомительный, это всегда так говорят, если у тебя не ужас-ужас был, да, ну все равно с тобой всегда ознакомливаются, как тебя вести и с кем тебя связать. Потому что мухоморы и растения учителя, это просто связь, связь с более высшими, как говорится, мирами и высшими материями, можно так сказать, да. Вот, что произошло. Я весил, ну то есть, блядь, боров такой, да, весил 140 кг, буквально полтора месяца назад. Еще в конце августа я весил 140 кг, сейчас я 120 кг и продолжаю худеть. Например, за вчерашний день я такую разгрузочку сделал, сразу 2 кг слетело. Вот, это, конечно, зависит от того, что сколько вот этих жировых масс у тебя, да. Но, после второго трипа мне конкретно сверху, блин, сказали, ну чё, ну хорош жрать мясо-то. А я был 14 лет на вегетарианстве, а потом в один прекрасный момент что-то решил пожрать мясо. Шаурма мне понравилась, я шаурму никогда не пробовал. Распробовал ее года, сколько лет назад, года три, наверное, назад, три с половиной. Да, и мне так понравилось, так вкусно. А сейчас я шаурму делаю вегетарианскую, она охеренная. Ты можешь ее с грибами сделать, ты ее можешь просто сделать с овощами, она просто бомбическая. Вот. И самое, что интересное, я за полтора месяца, получается, вот с третьего, а, не с третьего, 16, ну да, с третьего где-то я начал, потому что я 3 сентября и снова 3 сентября. Классно, да, в тему. Вот, и 3 сентября, это мой первый трип был, да, и у меня пошло вот это вот массовое такое быстрое похудение. Все говорят, что-то не в порядке, тебе нужно провериться, тебе нужно к врачам. Ты долбоеб! Что-то у тебя с организмом. Да, вы видите, что-то с организмом. Я просто проснулся, я обычно утром так немножко... Вот, похером. Короче. С третьего сентября по нынешнее время, что у нас там сегодня, 16, 17, 18 октября, я сбросил 20 кг. И мне там конкретно сказали, ну все, начинай худеть, ты что? Это второй трип. И мне такие говорят такие, что за 2 недели? Я говорю, да нет, что-то как-то, говорю, подозрительно. За 2 недели-то. Вот. Это можно, кстати, сделать, просто жрать перестаешь. Вот. И заниматься. И... Ну давай, говорит, за... Там, за 2 месяца примерно. Я говорю, ну ладно. Потому что там с тобой идет диалог конкретный. Вот. И... У тебя отваливаются какие-то зависимости. То есть зависимость от еды тоже отваливается. Ты уже не можешь жрать чего. Все подряд, блин. У тебя отваливается курева. У тебя отваливается... Если ты употреблял алкоголь. Если ты хотел, чтобы она у тебя отвалилась, конечно. Дрочка отваливается. Проверено. Что еще? Отваливаются какие-то вот такие мелкие. Ну, короче, всякие зависимости, которые тебя обременяли. Еще что-то, да. Это все просто стирается и уходит. Жрачка тоже самое. Потому что у мамы был день рождения. Я пробовал курицу. И, сука, она безвкусная. Я чувствую, что вкуса теперь в ней нет. И она реально невкусная. Сейчас у меня полтора-полтора недели жил человек. Мы его пытались, как говорится, с помощью мухомора. Вывести из запоя. Потому что его через запой с мухомором-то и выводили, кстати. Вот. А там уже он сам решит продолжать, не продолжать бухать. Но ему был практически последний шанс выжить. Молодой парнишка. И пока вот я с ним там, он у меня жил полтора недели, да. Я немножко такой расслабился. И у меня вес тормознулся там на... То есть я обычную еду готовил. Не мясную, но супы там, картошку пожарить, еще что-то. А моя любимая картошка, блин, уже не лезет. Капец, жареная. И сейчас я просто... Я просто как такой маньяк салатный. Я прям просто охереваю просто салат. Капуста, огурчик, помидорчик. Даже просто капуста. Я вот сейчас вот это вот зелень вот этой охреневаю. Сейчас практически на сыроедении сижу. Но жареной картошке еще хочется. Вот. Сейчас вот салатик, например, со свеклой сделаю. С чесночком. Поэтому вареная еще пока остается еда. Кофе, например, да. Мне сказали... Я говорю, что кофе-то можно? Ну, попей пока. Я говорю, кофе-машону-то можно будет взять? Ну, возьми еще пока. Так что еще пока в тему заходит. Пока что мне сказали, да. Поэтому... Вот такой вот эффект еще после употребления мухомора. Отходит ненужная шелуха отваливается. То есть ты становишься чище. Ты становишься не то, что... Да, ты всем становишься чище. И телом, и внутренним состоянием, и осознанием. У тебя мысли. Если у кого-то есть, они становятся чище, реже. Ты их начинаешь замечать, они становятся как голые. У меня этот мыслительный процесс. Мне вот его пришлось недавно запустить, потому что... Блин, капец, там такая работа была в интернете. Надо было крипту... Ну, оформить на крипту такую штучку, да. Чтобы переводы делать. Международные. И... Ну, чтобы там... Короче, хочешь человека как-то там вознаградить, еще что-то... Или что-то купить за рубежом, да. Тебе нужно крипту оформить. Вот сейчас, например, хочешь что-то в США купить, надо крипту оформить. И через крипту покупать уже. Есть такая лазейка классная. И мне пришлось конкретно включить, блин, мыслительный процесс. Мне, блин, ум пришлось запустить. И он, сука, иногда подпищивать опять начал. Такой раз, я говорю, ты что включился-то? Ну, говорит, это... Сам позволил, говорит. Я говорю, ты что, говно? Ну-ка, спрячься обратно. Потому что конкретно пришлось запустить мыслительный процесс, чтобы обработать эту информацию, которая тебе была неизвестна. Так вот. А так... Вот за исключением вот этих нескольких дней, да, когда пришлось запускать этот мыслительный процесс, он молчал в тряпочку, и тишина полная. Вот такой вот эффект офигенный. Так что... Это чудо-грибы. Или не только грибы, а и растения, и все остальное. Вот. Я же говорю, это когда Кастанеду читал, я все такой... Блин, попробовать бы этот кактус пьет, чтобы он расширил твое сознание, сместил точку сборки, или там еще что-то, да? А, блин, у нас этот пьет, блин, он растет, он пятнистый пьет. В каждом, блин, лесу, их просто немерено. А медведь-скотина знает. Чего жрать-то надо, чтобы спать хорошо. Так что это магическое растение. Даже не растение, это организм магический. Вот. И это, блин, подтверждается постоянно. Мне сейчас человек писал недавно в телеге про его опыты с понтарным мухомором. Блин. Офигенно, конечно. Ты реально, блин, ты реально не знаешь, как определить ум. А даже просто на микродозинге ты начинаешь его видеть. Прям видеть его начинаешь. Движение ума, капец. А так можно вот сидеть и дрочиться вот с этим, с осознанием, с концентрацией. И ты ум, блядь, годами можешь не увидеть. Так, раз так, и ты его видишь. Вот. Понял? Ты понял, блядь? Вот ты, вот ты, блядь. Понял? Не будь долбоебом. Не говори всякой хуйни, которую не знаешь. Ты должен изучить вопрос, прежде чем пиздеть. Понял, пиздобол? Изучи вопрос. Подойди к нему скорпелезно. Скорпулезно. А потом пизди. Долбоеб. Я по-доброму. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok